В Пермском крае за прошлый год от алкоголя умерли 206 человек. Также в нашем регионе из-за отказа от прививок заболеваемость коклюшем выросла почти вдвое. Здравствуйте, это новости верхниками в студии Екатерина Кравцова и вот главные темы выпуска. Опасное течение. Рыбаки и экологи бьют тревогу. Речка Черная, которая впадает в Каму, загрязнена вредными веществами. Льготное оздоровление. Березняковцы могут получить компенсации за летний детский отдых. Водится студеная, дух крепкий. Березняки готовятся к крещенским купаниям. Об этом и не только расскажем сегодня в выпуске. Была рыба, а теперь таблица Менделеева. В соседнем Соликамске назревает скандал. Люди говорят об экологической катастрофе. Река Черная, впадающая в Каму, загрязнена предположительно отходами с заводов. Сергей Коленик разбирался, как это может повлиять на наше с вами здоровье. Находиться рядом с речкой Черной страшно. От нее идет зловонный запах щелочи. В горле появляется сильное першение. Местные жители говорят, эта река за день может несколько раз поменять свой окрас. То она красная, то прозрачная, то, как сейчас, белое, как парное молоко. И без химических анализов можно догадаться, с этой жижей не все в порядке. Первым забил тревогу активист из Соликамска Степан Тимофеев. Он говорит, речка проходит у третьего руда управления. Затем попадает в пруд возле первого калийного, а после протекает через магниевый завод. Впадает в огромный отстойник, доступ к которому не закрыт. То есть в нем могут купаться незнающие люди. А после отстойника стоки идут прямиком в Каму. По ней спускают отходы, производство. Бывает горячую жидкость спускают. То есть здесь пар, здесь ничего не видать. Бывает хлором воняет. Бывает запахи непонятные, но пахнет это точно. Местные жители бьют тревогу и просят обратить на это внимание. Ведь полагают, что химия может попасть в подземные воды. А после в колодцы и скважины. А оттуда к нам на стол. Ведь такую воду огородники используют для полива. В конце декабря сотрудники инспекции по экологии и природопользованию ответили общественнику Степану Тимофееву. Чем же в кавычках «богатая река Черная»? Согласно результатам количественного химического анализа проб воды установлено значительное загрязнение водного объекта река Черная по хлорид ионам, сульфат ионам, ионам аммония, нефтепродуктам, железу, никелю, кальцию, магнию. Превышение концентрации таких веществ способны вызвать поражение слизистых оболочек, глаз, кожи и дыхательных путей. У человека может нарушиться водно-солевой баланс и работа пищеварительного тракта. Появятся отеки и склонность к заболеваниям мочеполовой системы. Этот набор грозит человеку изменениями в кровеносных сосудах и может усугубить течение сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, там пол таблицы Менделеева. Поэтому, если это все хозяйство впадает в каму, потом спускается вниз по течению, то мы понимаем, какая у нас вода в реке. Это напрямую зависит от нашей экологии. Это же наше здоровье. Таким мы дышим, здесь мы живем. Эколог Михаил Глуховской в шоке от того, насколько загрязнена река Черная. Специалисты даже подсчитать не могут, во сколько раз превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ. Там концентрации настолько высокие, что даже в ПДК их трудно пересчитать. У нас ЧП, это если, например, 2-3 ПДК. Это тут всех на уши ставят, если в обычном водоеме находят такую концентрацию. Но когда там 20-30-100 ПДК, ну тут уже разница теряется 50 или 100 ПДК. Это уже смертельно практически для любой живности, которая туда попадет. Сегодня пермские сотрудники инспекции по экологии и природопользованию наведались на магниевый завод, чтобы взять очередные пробы. Задача проверить, насколько загрязнена вода, которая впадает из этого отстойника в каму. За работой инспекции следит природоохранная прокуратура. В настоящее время проверка по факту превышения содержания загрязняющих веществ в реке Черная проводится специалистами Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края. В свою очередь, ход данной проверки, а также привлечение виновных лиц к ответственности, находится на контроле Березняковской межрайонной природоохранной прокуратуры. По результатам прокурорской проверки будет принято решение. Дело может дойти даже до уголовной ответственности. Виновникам, помимо крупных штрафов, может грозить приостановление работы до трех месяцев. При самых неблагоприятных прогнозах, а именно причинение смерти по неосторожности, ответственные за сброс химикатов могут отправиться за решетку на срок до пяти лет. О результатах проверки мы обязательно расскажем в следующих выпусках новостей. Сергей Каленник, Степан Некрасов, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамьян. По другим темам отправить детей на отдых со скидкой. Управление образования напоминает начался прием заявок на предоставление путевок в загородные лагеря и компенсации на организацию летнего отдыха. Подать заявление на путевку в оздоровительный центр уже могут малообеспеченные семьи. Для семей, которые под эту категорию не подходят, от государства другое предложение. Родители, которые самостоятельно, не от предприятия, этим летом хотят отправить детей в лагерь, могут получить компенсацию части расходов. Компенсация положена всем семьям, чей среднедушевой доход, то есть доход на одного человека, не превышает трех минимальных размеров оплаты труда. Если он не превышает примерно 32 тысяч на одного человека, тогда компенсация положена. Но в размере определенном. Если доход большой, компенсация будет меньше, порядка 30% от расчетной стоимости путевки. А если подает заявление на компенсацию малоимущая семья, то 80% от расчетной стоимости она возместит себе. А если семья при этом еще и многодетная, малоимущая, тогда 100% от расчетной стоимости путевки. Для подачи документов на компенсацию части расходов на путевку в загородные лагеря необходимо обратиться в Управление образования на Ломоносова, 60, кабинет 420. Прием документов на предоставление путевок в загородные лагеря для малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении и воспитывающих детей инвалидов ведется в кабинете номер 425. Все подробности вы можете узнать по телефону 23-62-64 и 23-31-10. Продолжим тему образования. Сейчас важная информация для выпускников школ прошлых лет и учащихся техникумов и колледжей, желающих сдать ЕГЭ. С подачи документов нужно поторопиться. Срок приема подачи заявлений в этом году истекает уже 3 февраля. Выпускникам прошлых лет необходимо подать заявление в школу номер 30 на Свердлово, 79. Учащимся колледжей, училищ и техникумов следует обратиться в вечернюю сменную школу на Черняховского, 73. Выпускники прошлых лет подают заявление в 30-ю школу, обращаются в школу к завучу и пишут заявление. Необходимо с собой при себе иметь паспорт и СНИЛС, а также аттестат о том, что он закончил 11 классов. Обучающиеся СПО, а также техникумов обращаются в вечернюю сменную школу. Также с собой они должны при себе иметь СНИЛС, паспорт и справку о том, что он освоил программу среднего общего образования. А теперь поговорим об изменениях в сфере транспорта. С завтрашнего дня автобусы 23 и 28 пойдут по новому маршруту. Что изменилось, расскажет Влада Фельская. Жители Правобережья наконец-то дождались появления объездной дороги. Маршруты номер 23 и 28 теперь ходят через весь Любимов. Также изменения коснулись движения автобусов по микрорайонам Усольский и Стрижи. Если раньше 23 и 28 маршруты поворачивали сюда, на Дощениково, то сейчас они будут проезжать прямо и поворачивать на улицу Ростовская. Далее по Братчиково и снова на Дощениково. По маршруту движения поставили новые остановки. Один комплекс на улице Ростовская и два на улице Братчиково. А остановку, которая раньше была у магазина «Пятерочка», перенесут за дом номер 12 по улице Дощениково. Вот она. Что касается расписания, то изменений не предвидится. Мы едем с этим же расписанием, по которому мы работали. Изменений в расписании не будет никакого. Просто изменится движение. Сделали специально на выходные дни, чтобы люди привыкли к этому. Лишь бы это расписание соблюдалось, все-таки от любимого до города на автобусе полчаса. И опаздывать жителям микрорайона на работу совсем не хочется. Влада Фельская, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. Добраться на автобусе, причем бесплатно, можно будет и до мест крещенских купаний. В этом году крещение выпадает на ночь, субботы, на воскресенье. Как закалить тело и дух и не разболеться, расскажет Кристина Придеина. Трое, четыре, субботы, и не трогали. Традиционное освящение купили перед массовыми купаниями. Считается, что после этого вода обладает такой же чудодейственной силой, как и воды Иордана, в которых крестили самого Иисуса Христа. Однако окунаться в прорубь верующим не обязательно. Это лишь традиция, которую поддержала церковь. Окунание в проруби – это есть народный обычай. Особенно в нашем русской церкви народный обычай. Он не связан как-то, но церковь не воспрещает. Один раз перекрестился, окунулся. Второй раз перекрестился, окунулся. Третий раз перекрестился, окунулся. Дальше выходишь с воды. Также служители церкви утверждают, что при сборе святой воды в крещении нужно соблюдать правила, не мешая другим и не жадничать, а набирать ровно столько, сколько понадобится тебе. Отправляясь на крещенские купания, врачи рекомендуют оценить свои силы, а также ни в коем случае не употреблять алкоголь. Нельзя купаться людям с острыми заболеваниями. Сейчас очень много вирусных заболеваний, особенно заболевания вирусных глаз, конъюнктивиты. Нельзя купаться людям с хроническими заболеваниями. Хронические заболевания, которые входят в группу сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, органов мочеполовой системы. А вот Елена Соседкова не понаслышке знает о плавании в ледяной воде. Три года назад отправилась в крещение окунаться в прорубь, а теперь плавает в холодной воде на соревнованиях. Утверждает, натираться мазями не надо, а лучше взять с собой полотенце, халат и шерстяные носки. Правильное погружение в прорубь составляет в течение одной минуты. Нужно плавно погрузиться по поручню, спуститься по лестнице до того уровня, которого ваш организм может перенести, то есть воспринять эту холодную воду. Как только вы почувствовали какое-то ненамыгание, неуверенность, лучше подняться на поверхность. Елена еще и медсестра скорой помощи, поэтому считает, что заболеть можно от вирусов, но не от погружения в холодную воду. Наоборот, такой стресс для организма заново перезапустит ваш иммунитет. А если вы решили испытать на себе крещенские купания, вас ждут три купели. В селе Малое Романово, поселке Орел и на Камских заливах. Бесплатные автобусы отправятся в 9 и 10 вечера с остановок, улица Сарычева и площадь Первостроителей. Сначала прорубь осветят, после начнутся массовые купания. В полночь в храме Лукивойна Ясенецкого начнется божественная литургия и освящение воды. В селе Малое Романово служение пройдет в храме Сретения Господня, освящение воды на источнике Николая Чудотворца. В Орле для прихожан будет открыт храм похвалы Пресвятой Богородицы. Кристина Придейна, Дмитрий Воронушкин. Новости вертниками. Те, кто заботится о своем здоровье, будут рады и следующей новости. В Березняках с 20 по 25 января будет гостить рыбная лавка «Рыба Камчатки». Рыба Камчатки – это свежие морепродукты отменного качества. А новая порция свежей информации ждет вас после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. В какие страны предпочитали летать жители Прикамья? И зачем в здании администрации губернатора Пермского края появился робот-чиновник? Об этом и не только смотрите в рубрике «Новости коротко». В 2019 году жители Пермского края предпочитали летать в Турцию, Грузию и Китай. Как сообщает пресс-служба аэропорта Пермь, в прошлом году воздушная гавань Перми обслужила свыше миллиона 650 тысяч пассажиров. Это на 100 тысяч человек больше, чем годом ранее. Больше всего за границу России из Перми летают в Турцию, Грузию, Китай, а также в Чехию. Субсидирование рейсов в Прагу обошлось бюджету Пермского края в 44 миллиона рублей. Ряд внутренних рейсов субсидировались из регионального или федерального бюджетов. Это перелеты в Калининград, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Нижневартовск и другие города. Красиво жить наши земляки любят, если позволяют финансы. Кстати, совсем скоро березняковцев расспросят о их доходах. С 18 по 31 января в нашем городе проведут выборочное наблюдение доходов населения и участие в социальных программах. Уполномоченные сотрудники Пермстата обойдут с опросом дома по следующим адресам. Улица Льва Толстого, 94, Уральских танкистов, 61, Черняховского, 4, Мира, 42, Пятилетки, 91 и Ермака, 66. На вопросы будут отвечать респонденты старше 16 лет. Предъявлять каких-либо документов им не потребуется. При этом интервьюеры должны будут предъявить свое служебное удостоверение и паспорт. Сведения о доходах и участие в социальных программах будут записываться со слов граждан и не подлежат разглашению. Полученная информация будет использована для принятия решений по социально-демографическим проблемам. В Прикамье начал работать робот-чиновник. Промобот установлен в здании администрации губернатора. Он записывает на приемы, проводит консультации, объясняет, как пройти в нужный кабинет. Кроме того, промобот выдает пропуски. Робот компании Промобот работает точнее и быстрее человека. Он за считанные секунды проверяет подлинность документа, достаточно лишь приложить паспорт. Подобный опыт использования робота уже применяется в МФЦ Перми. С помощью робота можно уточнить статус документов, проконсультироваться по услугам МФЦ, а также заполнить заявление и получить приоритетное обслуживание вне очереди. Новости коротко подготовил еще пока не робот Андрей Фадеев. Три четверти россиян в наступившем году хотят сменить работу. Как следует из результатов опроса, проведенного порталом работа.ру, больше всего на текущей работе россиян не устраивает зарплата. Так ответили более половины опрошенных людей. Многих не устраивает график отношения с начальством или то, что их должность не соответствует образованию. А вот устраивает ли работа березняковцев, с этим вопросом мы вышли на улицы города. Да, более-менее. А где работаете? В СССР. А расскажите, хотели бы, может быть, когда-то сменить сферу деятельности? Ну, возможно. Да, довольно. А где работаете? Чем занимаетесь? Я финансист, работаю на Березняковском техническом заводе. А что нравится в вашей работе? Нравится, наверное, лояльность руководства, да, то есть гибкость в своих решениях. Ну и, в принципе, условия труда хорошие у нас. Я, да, я писатель, я очень доволен своей работой. А хотели бы когда-нибудь новую сферу деятельности попробовать? Ну, все время пробую новую сферу деятельности. Очень. А чем занимаетесь? Какой сфере? Сфера образования. Учитель или воспитатель? Зам. директора. Зам. директор. А чем вам нравится ваша работа? Моя должность требует от меня постоянно идти в ногу со временем, потому что наши современные дети хотят и желают общаться с современными людьми, поэтому мы, педагоги, должны быть современными всегда. Очень. А чем занимаетесь? Где работаете? Ну, нефтяное промышленность. А почему вам нравится ваша работа? Чем доволен? Ну, доволен коллективом, доволен самой работой, доволен зарплатой. Ну, в принципе, да. А чем занимаетесь? Какие обязанности? Ну, я слесарькип, ремонтирую приборы, там, ну, приборы клапанатом и так далее. А почему ваша работа нравится? Ну, у меня и папа, и мама работают по этой профессии, и как бы я заранее знал, в чем она состоит. За последнюю неделю в Пермском крае зарегистрировали более 10 тысяч заболеваний гриппом и УРВИ. Пока что эпидемический порог не превышен, а значит, сейчас самое время укрепить иммунитет, например, с помощью меда. Улучшить гормональный фон, справиться с авитаминозом, простудой и предупредить сердечно-сосудистые заболевания. Поможет белый, таежный или рапсовый мед. О полезных свойствах медовых лакомств знают и березняковцы. Почувствовав первые признаки болезни, Александр Кузнецов тут же отправляется в медовую лавку. Для чего хотите его использовать? Заболел от кашля. Почему решили медом лечить кашель? Ну, я довольно часто медом лечусь. Чтобы не болеть сезон простуд, нужно укреплять иммунитет. В медовой аптеке есть постоянные выгодные акции. При покупке одного килограмма меда 50% скидка на второй. А если купить два, то еще один получаешь в подарок. Лидия Владимировна, зная об акции, взяла сразу пять банок. Когда приедет сандалов, потому что у них очень хороший мед, и я не только себе беру. Я и сыну, и родне, в общем, всем набираю мед. Это уже какой раз. На ярмарке меда сандалов, как всегда, много выгодных предложений и акций. В январе товар месяца мед майский со скидкой 40%. А вот любителям купить меда про запас 3 килограмма цветочного обойдутся всего в 700 рублей. Также ярмарка привезла и две новинки. Белый таежный мед за 650 рублей за килограмм и рапсовый всего за 300 рублей. Рапсовый мед – это разновидность майского меда. Но у него есть свои особенности. Он не любит тепло, поэтому мы его и возим, когда на улице уже холодно. И после покупки мы рекомендуем его хранить в холодильнике. Прикупить себе пару баночек меда или продуктов пчелиного производства «Березняковцы» смогут с 13 по 22 января в ДК «Металлург», а с 19 по 22 января в ДК «Ленина». Представители ярмарки сандаловых будут и в Соликамске до 18 января. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхникамья». Мы ждем ваше сообщение на электронную почту tnt.newssobacamail.ru или по телефону 43-17-11 и 26-28-17. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1 тысяча рублей. Это были главные новости Верхниками. Смотрите нас в нашей группе ВКонтакте и на канале Верхниками ТВ. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. До свидания. Кудесник сообщает об открытии нового салона дверей и окон по адресу Проспект Ленина, 59. Уникальные входные и межкомнатные двери от производителей. В наличии и под заказ. Доступные цены. В честь открытия. Приятные скидки. Подарки. Спонсор прогноза погоды – рыбная лавка «Рыбак Камчатки». С 20 по 25 января в ДК имени Ленина вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится. Спонсор прогноза погоды – автосалон «Лада» «Березники». Ближе – значит лучше. Покупай автомобили «Лада» в «Березниках» у официального дилера на «Ленина 31А». Спонсор прогноза погоды – мед от компании «Сандалов». С 13 по 22 января в ДК «Металлург». С 19 по 22 в ДК «Ленина» действуют полюбившиеся акции. 18 января в Пермском крае синоптики прогнозируют облачную погоду со снегом. В Александровске – минус 2 градуса. В Кизеле и Соликамске – минус 3. В Березниках в субботу температура воздуха ночью – минус 10 градусов. В дневные часы – минус 3, минус 5. Атмосферное давление – 743 мм ртутного столба. Ветер северо-западный – 5 м в секунду. 18 января солнечная активность низкая, геомагнитное поле слабо возмущенное. «Кудесник» объявляет акцию. Только в этом месяце специально для экономных. При покупке входной двери с установкой – скидка на внутренние откосы из ГКЛ 50%. «Ленина» 59 и «Пятилетки» 36. Только с 20 по 25 января дальневосточные морепродукты. Чавыча, Кижуч, Красный Экрат, производители «Рыбак Камчатки». Город Березники, Дыка Ленина, улица Ленина, 50. С опытом приходишь к выводу, что отечественный автомобиль может быть очень современным. Не надо далеко ехать за новенькой «Ладой». Можно вообще не ехать. До салона «Лады» Березники можно дойти. А из салона уже уехать на своем автомобиле. Полный модельный ряд от доступной «Гранта» до «Дерской Веста Спорт». Включая версии «Кросс», которым вы будете так благодарны на наших дорогах. «Лады» Березники. Мы рядом. Значит лучше. С 13 по 22 января в ДК «Металлург и мед» от компании «Сандалов». Товар месяца «Мед Майские сады». Скидка 40%. Цена 395 рублей. Действуют полюбившиеся акции. Вас ждут новинки и подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова